Так, вот. Повтыкали мои караунды, ничего страшного. Нормально. Так, вот теперь уже точно будет оружейка. Team 11 закупаются. Есть у них неплохие респауны. Ну и посмотрим, что же они будут делать в этом раунде. В принципе, с такими респаунами можно смело бы убежать в аркаду. Но, видимо, с вами, что играть будут они пассивно, будут простреливать верхний плент. Ну и вот насколько это успешная затея, сейчас мы с вами увидим. Так, Глэд нашивает. Есть контрольщий улицу. Так, а ну глянем, что тут происходит. Есть первый минус у нас. Годзонский ястреб поджимает в будку, убивает там смерча. Зая нашивает, по идее... Нет, Зая, Зая, Зая. Зая убивает на улице. Ауча. Ну вот уже два минуса от диффанса есть. Ну вот украинские парни пока смотрятся поинтереснее. Чёрный поджимает лево-лево, убивает там ноунейма. Ну вот, точнее, с дверью он убивает его. Так, ну вот как-то фривольно себя чувствуют украинские парни. Пока вот атака вот занимается вот такими вот слоу-раундами. Так, ну и остаётся у нас... Не знаю, что будут делать парни. 30 секунд до конца раунда. Бомба у них на руках. Но, в принципе, тут логично будет засейвить, потому что позиции вообще полностью отданы. Отдана десятка, отдана улица. Вот даже приблизительно не понимают, где может находиться диффанс атакующие игроки. Но вот логично будет засейвить. Это такое вот сугубо моё субъективное мнение. Но мне кажется, они меня тоже разделяют. Но вот так вот палиться, наверное, не стоит, потому что... Годзонский Ястек уже лезет атаковать. И вот сейчас будет убивать... Ну вот диффанс, видимо, тоже не совсем грамотно полез. Но вот чёрный всё-таки делает этот минус. Оставляет Глэс без денег вообще и без девайса. Но при этом потеряли двоих. Ну, в принципе, неплохой размен, потому что Глэс денег не получит. Так, что же, что же. Есть очередной бай у команды Тим-11. Ну, видимо, украинцы втроём с улицы занимают пристройку, закидывают грены. Ну вот отличные гранаты влетают в дверь. Ну и продолжается безобразный выход Тим-11, который просто без шансов пресекается командой Worldwide. И вот остаётся в итоге один смерч, который вот занял вот такую интересную позицию. Ну вот, походу, поменялись ролями команды, потому что больше сейчас атакуют украинцы, чем русские. Хотя роли у них совсем противоположны. Так, сейчас я гляну на пинг, чтобы прояснить, на каком сервере играют. Ну вот, честно, не знаю. Вот у украинцев, по-моему, пинг в разы побольше, чем у русских. Так что, скорее всего, это русский сервер. Есть даже вероятность то, что... То, что следующую половину будут играть на украинском сервере. Но не факт. Так, ну вообще вот... Что-то поплыли игроки команды Тим-11. Хотя вот сейчас есть равные размены, но их просто зажимают у себя на базе. Не знают они, как занять им, по крайней мере, десятку. Он же ноль, он же... Он же вот это пространство. Не получается ничего тут сделать у атакующей стороны. А это, как бы говорят, база атаки, от которой они должны отталкиваться. Так, ну и теперь захолодились полностью Тим-11. Видимо, с вами два игрока находятся на улице. Один Гвест будет заходить, скорее всего, в спину. Но вот Хилл Китти сейчас должен тут где-то пресекать это все действие. Так. А нет, Хилл Китти просто не смотрит, а ждет. Ну вот интересные вообще позиции занял Диффенс у нас. Как раз вот в пристройку заходят игроки команды Тим-11. Бросили они бомбу, но я думаю, это было зря. Теперь будет звук поднятой бомбы. И теперь есть проблемы. Найтмен делает первый минус. После этого убивает еще и второго игрока. А точнее, Хилл Китти приходит ему на Хилл Ку и делает второй минус. Но и остается один Гвест с 14 хитами, который будет пытаться засейвить свой девайс. Ну вот, что-то мне кажется, что ему... Нет, все-таки дадут засейвить. Еще и делает он минус Найтмана. Найтмен не своевременно поднимает девайс. Ну и вот этот тайминг не дает ему сделать выстрел. Так, на секундочку я отвлекусь. Да, все правильно. Так, очередной бай от команды Тим-11. Вот, видимо, теперь более пассивно играют защищающая сторона. Ну вот, смотрите, по-моему, вот этот парниша... Вот Глэс делает минус налево-лево, убивает он там Хилл Китти. Зая чекает полностью улицу. Вот есть инфа, что на улице, по идее, никого нет. Ну а вот... Гадзонский ястреб уже врывается... В будку. Ну и... Не знаю, чем это все закончится. Есть, делает он минус Глэс. Ну вот и непонятно, где находятся тиммейты... Глэса, потому что вот никто даже не попытался разменять этого игрока. Весь Ауч делает минус Зая на улице. Зая что-то загулял. Так, ну и смотрим на миникарту. Бомба у нас смещается тоже на улицу. Есть Гадзонский ястреб делает из будки уже второй минус. Ну вот как-то вообще небрежно играют игроки команды Тим-11. Вот только что же вы отсюда сделали первый минус. Ну как не законтролить эту точку во второй раз, непонятно. Так, Ауч тоже отвечает еще одним минусом. Ну и тут у нас подвисает ХЛТВшечка, но мы понимаем, что это пауза. Ну вот видим... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну вот я уверен, что пауза нажимается не прямо сейчас, а она нажимается в конце следующего раунда или в начале. Поэтому вот таких вот препятствий у игроков не было. Гадзонский ястреб делает третий минус в этом раунде. И вот... Ну вот наконец-то Хакен Ржев зажимает его. И остается один Найтон против двоих. Так, вот он по идее видел макушку игрока, который находился в будке. И вот сейчас попытается он взять раунд. Ну вот... Ну вот теперь у него большие проблемы, и раунд взять практически невозможно. Ну вот... Вот таким вот образом Нонейм берет второй раунд для своей команды за атаку. Так, ну у украинских парней, по идее, с экономикой должно быть все в порядке, потому что брали они к ряду... Там очень большое количество раундов, поэтому не должны испытывать они особых проблем с деньгами. Ну вот, видимо, они занимают таким вот своеобразным образом. Вдвоем занимаются пристройки. Но вот не раскусили еще эту фичу игроки команды Тим 11. Вот могли бы они уже понять, вот как это все происходит. К восьмому-то раунду уже можно представить... Ну, приблизительно хоть понимать, как занимает дефенс верхний плент. Но вот почему-то не взрывают они пристройку, играют как-то пассивно. Можно было бы уже что-то поинтереснее придумать. Ну а давайте посмотрим на Ауча. Вот он, по идее, сейчас должен получить череп. Да, Гадзонский ясток законтролил вот проход атакующего игрока. И сделал очень важный минус. Кэлл Китти нашивает ноунейма, по идее. Ну вот, Найтман врывается в будку. Делает третий минус в этом раунде. Падает бомба. Зая забирает Глесса. И остается один Хоак Ржев. Хоакен Ржев. Который попытается потащить этот раунд. Один против четверых. Так, вот таким вот образом он пропускает игрока к дефенсу. Но вот все-таки Зая законтролил его. И сейчас становится 2-7 в пользу... Так, ну и вот сейчас мы видим, почему нажимается пауза. Игроки вот такой вот нецензурщины начинают. Что за бред происходит вообще? Кто-то сделал рестарт. Ну вот, походу, без их него ведомо. Так, мы счет останавливаем. Счет у нас 2-7. В пользу команды Worldwide. Ну и вот посмотрим, как же эту ситуацию разрулят судьи и игроки обеих команд. Так, ну и мы на секундочку отправимся. Посмотрим рекламный ролик компании Asus. Потому что мы начали в спешке и не успели его вам показать. Так что вот наслаждайтесь пока небольшой рекламкой. Ну и скоро мы вернемся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что же, я опять с вами. Хотел бы напомнить всем, кто смотрит нас, чтобы вы присоединялись к группе Киберрайона.тв в Стиме. Там вы сможете задавать вопросы, пообщаться со мной, с парнями, которые нас смотрят. Поэтому заходите туда. Чаты Овнодай Твичей мы игнорируем. Так. Привет всем. Сейчас попытаюсь прояснить ситуацию, что там происходит. И вот, и вот, что-то, что-то мы порешаем. Добро пожаловать. Сейчас попытаюсь прояснить ситуацию. Да. Так. 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 Так, судьи что-то пока не отвечают, но будем надеяться, что все это разрулится в ближайшее время. Но на самом деле ситуация не из простых, потому что надо будет полностью восстановить экономическое состояние обеих команд, а это даже очень непросто. Особенно все это происходит в онлайне, непонятно у кого сколько денег в тот момент было. Ну короче, борода. Ну да, было бы неплохо, если бы StartMoney вот так вот просто поставили на 16 тысяч и вот игра началась. Ну вот я думаю, украинцы будут против такого, потому что деньжат у команды из России вообще нет. Взяли они только что вот второй раунд и сразу же проиграли, причем проиграли практически без шансов, поэтому денег у них совсем нет. Такой исход устроят не все команды, поэтому такое мы вряд ли с вами увидим. Вот непонятно, куда вот поливали остальные. Вот что-то происходит у нас. Рестарт, рестарт. Давайте посмотрим, может там нам денежки какие-то меняются. Так. О, Колян что-то ответил. О, пишет, что она уже идет. Ну у нас, по идее, полторы минуты задержки ХЛТВ, поэтому вот сейчас экономика должна восстановиться и наша игра вместе с ней. Так, вот наконец-то пять игроков все на сервере находятся. Ну и сейчас посмотрим, какое же решение все-таки было принято и будем с вами смотреть. Но, к сожалению, нам не показывают, сколько денег сейчас у команд. Сейчас напишу, все-таки узнаю, потому что вряд ли на ХЛТВ будет отображаться. Так. Так, ну вот Коля говорит, что, по идее, экономика должна быть восстановлена. Ну вот как решили это сделать команды будут, сейчас посмотрим с вами. Так, а мы подправим чуть-чуть имя команды. Вот так вот оно выглядит. Так, ну и что же, это, походу, у нас игра. Отпускаем счет. Счет у нас 7-2 в пользу команды World Wide. Ну и давайте смотреть, что же теперь будут предпринимать. Так, выход налево-лево у нас пошел. Вот тут ловят Найтмена, как раз тут он очень не своевременно выходил. Пошел у нас прошил. Смотрите, как нашили игроков команды Тим-11. Вот трое игроков практически на грани красного. Пропрыгивают у нас ХЛТВ и уже ситуация 2 в 2. Так, ну и смотрим. Вот таким вот образом Гордонский Ястров находит игрока, атакующей стороны. Ну а черный будет сейвить. И вот он. Ба-бах. Так, удалось засейвить девайс черному. Вот почему-то у нас не отображается последний игрок команды World Wide. Ну вот. Так, сейчас мы посмотрим. Да, вот их тут четверо. Ну, пятый, скорее всего, Человек-невидимка. Бывают такие глюки в ХЛТВ, но с этим мы ничего не сможем поделать. Так, ну и вот так вот вынуждены сливать теперь украинские парни. Гордонский Ястрик делает отличный минус USPS пристройки. Убивает он ноунейма. Ну а вот тут спину же поджимает Найтман, подбирает девайсы. И вот. Так. Надо посмотреть, есть все-таки у нас Человек-невидимка или в четвером играют. Не вижу я последнего игрока команды World Wide, его даже и не видно. Неужели парни играют четвером? Так, тут вот Хакен уже вышел налево-лево. И вот тут его будет сейчас встречать товарищ Зая, по идее. Интересный прострел, не знаю, куда он нашивает. Ну вот Гордонский Ястреб воспользовался вот таким вот косячком смерча и просто законтроливал с кольта. Ну еще практически убивает он ноунейма, но все-таки ноунейм законтролил ситуацию. Вот не могу понять, по идее 3 в 3, уже 3 в 2, атака что-то опять напридумывала себе каких-то проблем на свою голову. Ну и вот так вот все вот переворачивается с ног на ноги, точнее с головы на ноги. И теперь Зая один против одного. Ауч, ауч, без бомбы. Ну и вот так вот находит он Зая и делает счет 7-5 для своей команды. Да, вот походу все-таки пишут, что играет команда из Украины вчетвером. Вот где-то потеряли они своего пятого тиммейта. Не знаю, что там произошло. Ну вот, ребят, кто их смотрит в ХЛТВ, гляньте, есть там, да, вот пишут, что все-таки их на ХЛТВ тоже 4, поэтому, скорее всего, решили продолжать четвером. Потому что у меня бы, как минимум бы, здесь в консоли появлялась бы надпись, что кто-то кого-то убивает. А тут просто никто, никого и никак. Так, вот Зонский Ястреб делает первый минус на экораунде, убивает ноунейма, который пытался выйти из блудки. Ну вот, продолжает давить, ну... Ну вот, почти еще замучили Хоакена Ржева, но вот ничего не получилось. Черный убивает Ауча на улице, вот как-то вот не прочекал он самую уязаемую точку. Ну и вот Найтман делает еще один минус в этом раунде, но атака уже прошла на нижний плент и будет устанавливать бомбу. Есть Дефуза у Черного, вот посмотрим, как быстро он будет продвигаться к нижнему пленту. Ну и вообще тут... Ну, вероятно, конечно, что смогут взять этот раунд украинцы, потому что... Да, Зенейшн есть в этом турнире, они уже, по-моему, даже прошли в топ... В топ-в 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 топ-32, то есть, по идее, они уже в групповой стадии. Глэс делает последний минус в этом раунде, убивает он Черного, ну и вот... Счет 7-6, о чем нам напоминают команды, но у нас, в принципе, точно такой же счет, поэтому без ошибок. Вот мне все-таки интересно, что же произошло с пятым игроком, и вот это будет... Так до конца будут доигрывать украинцы, или все-таки кто-то подконнектится. Или они очень самоуверенные, думаю, что потащат с четвером. Так, Хоакеннер, Джефф, получил две гряны под ноги в будке, его еще грузонский ястреб словил в двери и вот наказал. Так, вот Ауч законтролил грузонского ястреба, вот в предыдущий раз, когда была такая ситуация, Ауч не прочекал эту позицию. Ну вот, пропрыгивает у нас Хоу ТВ, Ауч делает еще один минус на пленте, черный разменивает Ауч, а Глесс моментально забирает его. И ситуация 1 в 3, Найтман будет выбивать с пристройки. Делает он минус 1, ой-ой-ой-ой, как же он попал, вот это засчитало пацану. Ну, и в итоге ситуация 3 в 1 превращается 1 в 1, правда бомба-то поставлена, успел поставить бомбу в последнюю секунду. Ну и теперь Найтман даже приблизительно не понимает, где находится его соперник, и это, скорее всего, будет раунд для атаки. Если смерч не накосячит, ну вот посмотрим, что тут из этого выйдет. Ну да, вот Найтман даже не понимал, что вот может находиться смерч на маяке, и вот смерч без всяких проблем берет седьмой раунд для своей команды. Да, вот из-за такой вот нелепости может закончиться Асус для украинской команды, вот потому что где-то потерялся у них игрок. Черный делает минус в двери, убивает он там ноунейма. Ой-ой-ой. Гадзонский ястреб решил сыграть очень агрессивно, вылететь с пристройки на улицу и убить проживающего игрока, но там их оказалось двое, и один из них законтролил ястреба нашего летучего. Так, черный делает второй минус в этом раунде, подбирает АК, нет, подбирает он все-таки Кольт, у него 67 хп, ситуация 3 в 3, Зая красный, Майтман на улице, ну и, видимо, атака делает перетяжку, стянулись они с улицы на, точнее, в десяточку, и вот теперь будут подбирать плент, вот должны сейчас, да, подбирают плент и будут выходить налево-лево. Ауч, видим, пока беспрепятственно выходит на рампы, и вот тут угадали, можно сказать, с точкой, куда надо было выходить, атака, и вот теперь диффенс из труб вынужден выбивать. Ну вот тут большие проблемы сейчас у диффенса возникают, Ауч законтролил черного, Зая красный, ну и Найтман будет выбивать с длинного, Ауч делает второй минус в трубе, опять ситуация идентична, Найтман один против троих, но Холокен Ржев законтролил его и берет восьмой раунд для своей команды. По-видимому, большие проблемы у пятого игрока команды Worldwide, вот, все-таки не сможет он подконнектиться, потому что игра продолжается, и ждать его никто не собирается. Так, что-то интересно мне пришло в скайп. Так, глянем теперь на миникарту, что происходит, видим два игрока, команда Worldwide проходит по улице, Найтман отгоняет лево-лево, Зая контролит поджим в будку. Так, вот ХАЕшечки, так себе, можно сказать, потратили игроки команды Тим-11, никуда не попали, Ауч делает первый минус в этом раунде, забирает он Гонзонского и Астреба, замечает еще одного игрока на улице и будет ему сейчас закидывать ХАЕ за шиворот, но черный уже убежал очень далеко, поэтому ХАЕшечка просто потрачена впустую. Да, конечно, очень тяжело играть. Четвером против пяти, в меньшинстве. Ну и вот будет стяжка налево-лево, а эту точку принимает сразу три игрока команды Тим-11, но как-то неудачно принимают эту позицию, и смотрите, размен-то два в один, Зая делает третий минус в этом раунде, ситуация в принципе сравнялась, два в два остаются игроки обеих команд, ну и теперь посмотрим, кто же успешнее разыграет. Ай-яй-яй-яй, не законтролил он флешку, товарищ Зая, и вот получает хедшот, остается красным, но два игрока в трубах, и черный может разрулить этот раунд. Посмотрим, на что способен этот парень. Вот не совсем грамотно действует сейчас диффенс, зачем вот, надо было подождать, пока дверки закроются, встать под дверью, ну и вот черный берет раунд один в два, и это, можно сказать, волевой такой раунд для команды Worldwide. Вообще натупила команда Team 11, и вот за это могут платиться, потому что на морально-волевых качествах вытащили этот раунд игроки команды из Украины, и теперь вынуждены сливать Team 11. Так, ну видим, делается упор налево-лево, а вот игроки команды Worldwide будут выходить на верхний плент, есть уже два минуса с их стороны, вот и третий. Забирают еще и ауч, остается один ноунейм, который поджал слева-лево, ну и вот так вот он спалился. Ну еще как-то каким-то образом он делает второй минус. Счет 9-8. Буду называть эту команду Worldwide, вот так поудобнее. Все-таки с гласными у ребят проблемы, но будем их так и озвучивать. 9-8 в их пользу, они выходят вперед, вчетвером. Бывает такое. Так, ну теперь смотрим. Вот втроем они идут по улице. Гвесс, по идее, должен был все это слышать. Давайте посмотрим за ним. Находят плакен ржева, смерч забирает одного. Зая делает минус ноунейм. Ну и вот еще делает минус глэс. Остается один смерч, которого просто вот ждали в будке. Подкинули ему пару гранат под ноги, ну и законтролили цыкаема в голову. Ну вот так вот интересно у нас поворачивается ход событий. Вчетвером украинцы тащат за атаку на карте Денюк против команды Тим-11. Ну вот сейчас будет первый оружейный раунд. И вот посмотрим, насколько серьезные намерения у команды Worldwide. Ну, Аркадия-то не лево-лево. Раскидали достаточно неплохо. Ну и смотрите, вот просто вбегают в хелпу. Теперь будут бежать вниз. Ну, есть уже два минуса от Worldwide. И вот есть еще и третий минус. Ну, вот очень уверенно играют ребята. А вот у русских что-то не получается. Черный поджидает в спину смерча. Не дает ему вылезти из канала. Но тот был просто зажат с обеих сторон. И остается один глэс, который попытается засейвить девайс. Ну, вот видно невооруженным глазом, что украинские парни по скиллове чуть-чуть просто вот за диффенс все-таки обороняться им тяжелее. Потому что одна точка у них пустует. Ну и вот надходят глэса и Найтман забирает его. 11-8 в пользу украинских парней. Ну, достаточно уверенно они набирают раунды. А вот смотрите. Волевой бай от Тим-11. Проиграли они оружейку и вот решили закупиться. Там есть пару кольтов и дигвы. Вот это может быть интересно. Так, ну и посмотрим на расположение диффенса. Втроем они занимают лево-лево. Два игрока сразу будут делать подсадку на ящики. Ну, а тут идет аркада на лево-лево. И вот Ауч сажают на грены. Получают три гранаты под ноги. Забирают еще и хелпу. Ауч красный уходит вниз. Так, так. Ну и должны задавить его. Вот как-то неграмотно действует Ауч. Смерч с трубы делает минус. Ну вот, газонский ястреб забирает его. И остается один Гвес, который с диглом будет пытаться выбить. Ну, тут у него ничего не получится. Вот после того, как он спалился, с трубы его просто уже не выпустят. Ну вот, интересно у нас зарубка получается. Ну, в первую очередь за счет того, что украинский игрок пятой команды Worldwide куда-то пропал. И вот вынужден играть четвером. И вот, ну на самом деле это добавило нам такой интрижки. Потому что, думаю, так бы было все в одну калиточку. Получается засейвить девайс у Гвеса. Но сейчас становится 12.8. От этого не легче. Так, ну и продолжает закупаться Тим-11. Не знаю, насколько это оправдано. Потому что, в принципе, было бы поинтереснее смотреть на полный бай. А так они закупаются с фомасами, с диглами, ну и тому подобными девайсами. Так, а вот тут намечается аркадка у нас на ап. Ну и давайте посмотрим, как ее будут принимать игроки команды Тим-11. Найтман делает отличный минус на единице. Вот, ну уже есть три минуса на апе. Ну вот вообще, что-то не клеится диффенс у команды Тим-11. Или просто они слабенько играют. Но это скорее всего. Да, вот тут очень ощутимо разница в скиле игроков. Потому что вот в четвером позволяют себе просто аркадить в разные точки. И брать при этом раунд. Потому что любая более-менее грамотная команда останавливает аркаду вообще без проблем. А тем более, когда находятся еще и в большинстве. Так, есть первый респаунд у гадзонского ястреба. Или гудзонского. Не знаю, как правильно, но будем называть его. Гадзи просто. Так, ну и продолжается у нас глупая аркада налево-лево. Понимают в РУДВ, что вот не могут сдержать аркаду игроки команды Тим-11. Ну вот наконец-то что-то более-менее получается. Есть два минуса. Но пока-то разве на ферно не равны. И почему хелпа вот так выходит и отдается? Смерч. Вот это будет нежданчик для украинских парней. Потому что вот не ожидают его увидеть в этой позиции. Так, вот Смерч вовремя выходит по таймингу. Замечают он последнего РКК атаки. Но Найтман уже тем временем... А, это мне показалось. Найтман-то уже на апе ставит бомбу. Ну вот зачем полезла, очень понятно. Смерч теперь один в один против Найтмана. Ну и у Найтмана есть все для того, чтобы взять этот раунд для своей команды. Так, а ну глянем, есть ли дефузы. Дефузов нету. Ну вот все, тут уже все понятно с этим раундом становится. На прицел находит Смерч Найтману. И Найтман без проблем убивает его. 14-8. Один раунд до нищи. Два для победы. Остается команде World Wine. Да, вот интересная игра у нас все-таки получилась. За счет того, что вылетел пятый игрок украинской команды. И вот... Получился у нас такой небольшой нокаут. Хотя и вот видно, что по счету без особых напрягов справляются украинские парни. Ну и вот очередная аркада у нас в дверь. Пошла черный, выходит первый на ап. Пропрыгивает у нас ХЛТВ. И наконец-то получилось держать аркаду верхнего плента. Потеряли всего лишь одного ауча. Ну вот не смогли мы увидеть, как это произошло. Но от этого никуда мы не денемся. 14-9. Может быть, Тим-11 подсобрались. Сейчас мы с вами это увидим. Так, ну и теперь пошла у нас аркада лево-лево. Ну вот уже понимают четко, что будут делать игроки украинской команды. Но вот у Тим-11 все равно не получается остановить эту такую вот аркадку. Ну вот есть теперь шанс взять раунд. Потому что у черного всего лишь 5 хп. У нанейма 88. Ну и теперь посмотрим. Да, дает уйти он черному. Ну и теперь есть небольшое, но преимущество у атакующей стороны. Так, вот ноунейм должен слышать, что выбежал сейчас на ап игрок атаки. Поставил бомбу. Ну и теперь куда же он будет уходить? С вами мы сейчас это увидим. Так, ну вот что-то не ладится с лестницы у ноунейма. Да, ну полный провал, короче. Украинцы берут 15-й раунд. Тим-11 просто-просто печально. Последний шанс для команды Тим-11 спится за карту Денюк. Или они просто покидают наш турнир. Но хотя с такой игрой дальше они все равно никуда не пройдут. И вот смотрите, Тим-11, точнее Worldwide решили удивить. И вот идут они втроем по улице. Тут их в пристройке должен встречать... Где же, где же? Вот наш Глэс, который встречает пристройку. Есть уже сразу два минуса от Черного и Найтмана. Черный делает еще и минус Глэс. Глэс вообще не попал своим кривым зажимом. Ну и вот теперь будут заходить на ап. Тут их будет ждать ноунейм. Ну вот с зажимом тоже проблемы. Но вот даже таким корявеньким зажимом убивает он двоих. Хоакен Ржев остается против Гудзонского Ястреба. Ситуация вот похожа на предыдущий раунд. У Гудзона есть бомба. И попытается он затащить этот раунд для своей команды. Так, ну видим, пока Гудзонский по скиллу чуть-чуть приигрывает его. Ну и посмотрим теперь позиционно, что будет происходить. По идее должен был услышать, что слева-лева будет поджимать Хоакен Ржев. Ну вот просто вот на ноге выбегает с будки. Гудзонский Ястреб все это слышал, но уже деваться ему было некуда. Надо было просто сидеть на жопе и контролить. Но вот почему-то решил он перемещаться в сторону пункта. Думал успеет спрятаться, но не успел. 15-10, Тим-11 все-таки берут этот раунд. И может быть это камбэк. Или все-таки Аркада лево-лево побеждает. Ну смотрите, вот такими вот гранатами, просто без выхода, разводят всю команду Тим-11. И начинается выход у нас на... Ой-ой-ой, как выбежал кто-то из защищающихся. Ну вот там был Хоакен Ржев, который с конструкции убивает двоих. Но вот этот парниша Глэс просто шикарно сыграл. Все мы это с вами видели. Просто выбежал, упал, каким-то чудом не разбился. Но атака тем временем вышла налево-лево. Забрала Ауча. И я думаю, тут даже есть шансы взять раунд. Сейчас мы с вами посмотрим, как же будут разруливать ситуацию в меньшинстве. Ну вот Зая отдается на Смерча, при этом оставляя его красным. И того уже в команде Тим-11 два красных игрока. Найтман с бомбой на руках. Опять вот смотрите, вся команда Тим-11 стянулась на нижний плент. И вот... Что делать? Что делать? Вот кто-то только... А нет, вот есть вот такой Хоакен Ржев, который будет контролить запись. Точнее, заход слева-лева. Так, ну тут полностью оккупировали плент. Найтман законтролил Смерча, красного Смерча. Убивает... Нет, не убивает он ноунейма. И это одиннадцатый раунд для команды Тим-11. Ну, в принципе, циферку они-то свою взяли. Вот 11 раундов. В их копилке уже есть. Может, команда не просто так называется, Тим-11. Может, у них цель взять 11 раундов, а потом делайте с нами что хотите. Так, гадзонский ястреб у нас вот получает кучу дэмэджа. Правда, нажимал на дэмаж вон в ответ ноунейма. Оба остались красные. Но вот, по идее, начинается у нас проход по улице. Или нет. Да, черный перепрыгивает на пристройку. Тут вот такой позиции будет поджидать ноунейм. Ноунейма... Блин, как черный его не заметил. А вот к Смерчу сейчас будет выходить. Найтман делает минус налево-лево. Делает второй отличный минус. Смерч при этом успевает разменяться. Ноунейм как-то кривовато выходит. Попадает всего лишь один патрон в черного. Ну и законтролливого черного. Ситуация у нас 3 в 2. Диффенс вообще действует безобразно. Хотя нет, вот такой вот подарок судьбы получает Тим 11. Находят они бомбу. Но Хеокен Ржев, точнее Зая делает минус Глесс. Ой-ой-ой-ой. Получает кучу дэмэджа. Остается 9 хп. Ну и тут шансов на взятие раунда практически не остается. Да, это победа для команды World Wine. Счет у нас становится 16-11. Напомню для тех, кто присоединился к нам чуть позже. Команда из Украины играла со счета 7-2 в четвером. И сумела вытащить игру. И пройти в следующий раунд. Ну а мы с вами посмотрим рекламку. И сразу же будем включаться на следующий матч. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас мы зайдем куда-то вот сюда. И тут нас ждет матч команд. Сейчас скажу каких. Так. Так. Вот у нас может быть интересный матч сейчас. Мы будем наблюдать за командой Virtus.pro против команды NJ. Сейчас настрою я быстренько HUD. Так. Что-то получилось у меня в Virtus.pro хохлами. Сейчас мы это быстренько исправим. Вот так вот делаем. Делаем еще вот так. И ждем пока все команды присоединятся. Точнее все игроки обеих команд присоединятся к нам на сервер. Ну и мы начнем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok